Здравствуйте, друзья! Я наконец... Ну как наконец-то? У меня это видео запланировано. Я о нем говорила в своем предыдущем видео, что я обязательно сниму видео-предупреждение для всех, кто так или иначе существует в интернет-пространстве на разных площадках и с чем может столкнуться. С чем столкнулась я? Вот с таким вот жутким обманом. Мне, если честно, я не могу сказать, что мне обидно, мне неприятно, и я перестаю себя чувствовать защищенно. И как бы это вот выразиться так вот? Вот. Ну то есть все больше и больше недоверия появляется у меня к людям. Я человек такой достаточно доверчивый, не легкомысленный, а именно доверчивый. Ну, понимаете, если перестать полностью верить людям, ну, согласитесь, это уже просто не жизнь. Поэтому вот, наверное, да нет, не из-за этого, а потому что мошенничество произошло с площадки, которой я очень доверяла. И спасибо моему банку, который предотвратил это мошенничество, и я не оказалась в жутчайшей ситуации. Рассказываю просто-напросто по пунктам. Года полтора-два назад я завела страницу на Авито. Потому что у меня есть достаточно много не всякой фигни, которую не жалко выкинуть. И как бы, ну, типа, ну, сто рублей не спасут ситуацию, хотя иногда и сто рублей спасают. Ну, есть много вещей очень относительно много стоящих, но которыми я не буду никогда пользоваться. Поэтому я их стала выставлять на Авито. Ну, во-первых, разгрузить себя. Во-вторых, это деньги. Ну, и в-третьих, кому-то они нужны, а у меня лежат мёртвым грузом. Это многих вещей касалось, я не буду вдаваться в подробности. Один из предметов – это свадебное платье моей дочки. Оно у меня висело достаточно давно на страницах Авито. И я, собственно говоря, особо не заморачивалась. Не поднимала, не опускала цену. Ну, периодически надеялась, что вот какие-то выпускные, а у кого-то свадьбы, а кому-то нужно концертное платье. Такое платье нестандартное, очень шикарное. Как это называется? Фейк. Ну, как называется, когда копируют платье известного дома, известного модельера, но, ну, как бы, знаете, да, о чём я говорю. В шикарном исполнении, очень дорогое, в шикарных тканях и так далее. Но это воспроизведение фасона известного модельера. Вот так скажем, да? Вот. И оно висело, 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 висело. И я даже не то, чтобы я забыла, но висит и висит. А вдруг когда-то найдётся покупатель. И рано... Нет, не рано утром. Во второй половине дня я чем-то была очень сильно занята. Раздался звонок, и я ещё подумала, боже, как же не кстати этот звонок. И у меня даже мысль была, что если это очередная реклама, то я просто-напросто нажму сбросить. Но просто у меня в жизни такая ситуация, что я не могу сбрасывать все звонки, а я могу поставить в чёрный список только тогда, когда я убежу, что этот звонок не имеет для меня... Этот номер телефона не имеет для меня значения. Вот. И я поднимаю трубку. Всё как положено. Я уже давно не отвечаю «да». Я говорю какие-то нейтральные фразы. Но все мы привыкли, что существуют мошенники телефонные, которые записывают ваши разговоры. И из этих разговоров потом могут вычленять слова, которые вам пойдут не на пользу. Ой, простите. Это был стандартный звонок Авито. Дело в том, что на Авито заводится, ну, методом подбора компьютерный номер, который существует на Авито, но Авито потом переадресует его на настоящий номер. Я думаю, те, кто связывался хоть раз с Авито, это всё знают. Никаких у меня не произошло вопросов. Я не первый раз общаюсь с Авито, как это всё происходит. Говорят, звонок с Авито, он может быть записан для вашей безопасности. И, собственно говоря, далее состоялся абсолютно стандартный разговор. Как купить, что вы предлагаете и так далее, и так далее. Единственное, что у меня никогда не было сделок с магазинами. А мне сказали, что хотят, хочет выкупить платье, магазин готова платье. Ну, в принципе, а что здесь странного? Перепродажа, она всю жизнь существовала. Тем более, платье шикарнейшее. Там всё в деталях фотографии показано, и можно понять, что это платье очень шикарное. Это Бэби там у меня ходит. Значит, она не в себе сегодня. Погода меняется. Ну вот, и я не удивилась этому звонку. Я даже была очень рада, потому что я понимала, что платье реальнее продать за... Реально продать за мою цену, а они выручат в реальном магазине, где каждый может зайти, посмотреть, поощупать и определить, что это за платье. Это будет хорошая сделка. Поэтому меня ничего не удивляло. И даже то, что мне сказали, мы не сможем с вами рассчитаться через номер телефона, а только по номеру карты, меня тоже не удивило. Дело в том, что очень часто бывают ситуации, ну, я, например, в своей парикмахерской очень часто плачу, ну, не по QR-коду, не по номеру телефона, а по номеру карты. У них даже на визитке официально выставлено или номер карты, или счет расчетный. И если вы не обладаете наличной суммой, то, пожалуйста, есть варианты оплаты. То есть меня ничего не смутило. Но меня продавливали на то, что им проще со Сбером работать. Я говорю, нет, я со Сбером не работаю. Мне говорят, ну, мы же видим, у вас высвечивается по вашему номеру телефона, что у вас есть Сбербанк. Я говорю, нет, только другой банк. Почему меня тогда это не напрягло, я не знаю. Ну, факт тот, что очень долгий у нас был вот этот разговор, они никак что-то не могли сделать, что-то, ну, долго мне голову морочили. Я потом только поняла, что они специально тянули со мной разговор, и там были еще какие-то такие нюансы, которые помогали им сделать мошеннические действия в отношении меня. И чем все закончилось? Я в один момент зашла в свой... И то есть я постоянно говорила, у меня нет перевода от вас, у меня нет перевода от вас, у меня нет перевода от вас. И в один прекрасный момент, заходя в свой онлайн-банк, я увидела, что у меня висит очень странная операция, которая заблокирована банком. То есть с меня хотели снять 210 тысяч рублей. Тут я, собственно говоря, бросила трубку, у меня зашевелились волосы на голове. И я как бы, ну, я просто опешила. И буквально через несколько минут раздался звонок, и я смотрю по номеру, что этот номер соответствует службе безопасности моего банка. Но они не стали говорить. Они сказали, Нина Николаевна, это служба безопасности вашего банка. Пожалуйста, сейчас положите трубку, наберите номер, который у вас на визитке, ну, в онлайн-банке есть, и скажите, что вы по делу вот такого-то пользователя. Ну, то есть они тоже знают, что сейчас все никому не верят. Я перезвонила, тут же подходит вот этот вот мужчина и говорит, Нина Николаевна, вы заказываете кредитную карту? Я говорю, нет. Он говорит, вы запрашиваете кредит наличными? Я говорю, нет. Он говорит, мы знаем вас, и что вы неоднократно отказывались от кредитной карты и от любых услуг кредитования. Поэтому мы вам перезваниваем, чтобы уточнить, что это вы все-таки заказываете кредитную карту и сразу хотите снять с кредитного счета 210 тысяч рублей. Ну, в общем, вы представляете, да, мое состояние, про что вот я говорила в предыдущем видео. У меня даже сейчас руки влажны, потому что мне тут же заблокировали мою карту, ну, которая была в наличии. На следующий день мне уже привезли новую карту. Мне там, опять же, служба безопасности помогла вот восстановить мой кабинет и так далее. Со мной очень долго по телефону, часа полтора, разговаривали, что Нина Николаевна, сейчас столько мошенников. Они пользуются любыми, как это, доступными способами. И сейчас, ну, много этих технологий, ну, IT-технологий, которые помогают, ну, допустим, вы им назвали... Они меня спросили, какие свои данные вы им называли? Я сказала, я им назвала номер карты. Мне сказали, что ни в коем случае, вообще, если Ави... А я же... Я им рассказала всю ситуацию, что звонок был через Авито, что он меня не смутил, что всё было так, как и должно быть. Ну, то есть, ну, действительно, не подкопаться. И я им сказала, какой продавец не хочет продать товар? И если говорят, что мы от магазина можем оплатить только через номер карты или счёт, то я даже и не отреагировала, вот как бы тревожно на это. Ну, как бы это логика, да? Но и мне тоже сказали, что будьте внимательны, что если вас смущает условие сделки, то лучше откажитесь от этой сделки. Что мошенники сейчас настолько хитры, что уже они как бы испробовали методы, на которые люди клевали запросто, да? Вот. И сейчас уже более такие тонкие варианты используют. Поэтому вот я специально сняла это видео, чтобы... Кто пользуется Авито точно так же, как я, будьте внимательны. Если сделка внушает недоверие, теперь мне будет внушать недоверие любая сделка, которая идёт вне Авито или без... Вот, ну, знаете, когда человек приезжает, да, смотрит, забирает товар, и мы с ним, собственно говоря, товарно-денежные отношения осуществляем. А вот это вот всё через магазины, через третьи лица мне не внушило никакого недоверия. Сказали, вот, завтра приедет по адресу курьер и заберёт товар, чтобы привезти к нам в магазин. Вас это смутит? Меня нисколько тогда не смутило. Ну, вот, как видите, вот есть вот такое вот. Поэтому я для себя решила. От Авито я, конечно, не отказываюсь. Я буду пользоваться. У меня есть много, что выставить такого, ну, ценного, хорошего. Это не то, что какую-то стеклянную вазочку со сбитым краем за 50 рублей. Нет, я этим не занимаюсь. У меня достаточно такие сохранились хорошие вещи, которые нужно реализовать. И я это буду пробовать сделать через Авито. Ну, теперь вот, ну, кто предупреждён, тот вооружён. И я теперь буду действовать так. Только мои условия. Если не устраивает так, как я хочу, значит, я сделку аннулирую. Не аннулирую, а, ну, она меня не интересует. Никаких там номеров карт, номеров телефонов и так далее. Только через непосредственное участие Авито, как посредника, да, там берут неплохой процент, но любой продавец Авито в курсе этого. Поэтому, ну, зато это будет честная, безопасная сделка. И Авито отвечает за эти сделки своим авто... чем? Ну, в общем, своим реноме, да, поэтому... Вот так вот я вляпалась. Почему я говорю, что еще не все закончилось? Дело в том, что оказывается, банк, на который заявили, ну, через мое имя, да, воспользовавшись моими данными, заявили на кредитование, оказывается, они не могут. Вот они мне позвонили, я им сказала, я вам клянусь и так далее, и так далее, я ваш этот самый, они знают меня, потому что со мной, ну, как сказать, работают не первый год, и при том работают реально, официально. Мы сталкивались уже с какими-то личными общениями, вот так надо сказать, да, дело в том, что когда-то давным-давно первый год обладания картой, я потеряла где-то карту, я ее восстанавливала, потом еще какие-то были нюансы, ну, то есть они меня знают, и они же обязаны при каждом общении предлагать кредитную карту, и при каждом общении я говорю, нет, я, как ваш, как пользователь вашего банка, я никогда не буду заказывать, поэтому у них сразу возникли в мозгах, как это так, она всегда говорит, нет, 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 и тут вдруг она заказала мало того кредитную карту, я так думаю, что они так подумали, и что не только кредитную карту, но еще и кредит наличными, поэтому они тут же прямо вот, ну, чуть ли не минута в минуту мне позвонили и спросили, что, Нина Николаевна, правда, вы все-таки решились, вот как-то вот так это вот звучало, я, у меня глаза на лбу, я говорю, вы что, какие кредиты, я всегда говорю вашим представителям, что никогда никаких кредитов ни в каком виде у меня не будет, мне они 18 лет, и чтобы у меня были какие-то вот эти вот кредиты, да, и я потом, ну, пошла сегодня и кирпич упал, а мои кредиты на, на это, на шею моих этих потомков, поэтому я сказала, вы что, в моем возрасте не берут никакие кредиты, в моем возрасте только дебетовая карта и больше ничего, так, вроде я все раз, а, нет, я же так и не продолжила, почему все еще домокла в мире, да, потому что, оказывается, хоть говори, хоть не говори, но они не могут по закону, прям вот я сказала, я не брала никакие кредиты, я не хочу никакие кредиты, мне не надо, они не могут прям вот так взять и закрыть, оказывается, у них тоже существует вот такой порядок, что они как бы дело, не дело, ну, то есть, они от моего имени пишут обратное заявление, что, ну, или банк отказывается от кредитования, или я, подтвердив там мои слова, отказываюсь от кредитования, вот, и это все, то есть, надо мной еще висит домоклов меч, но хотя нет, они мне сказали, Нина Николаевна, не волнуйтесь, без вашего участия невозможно ничего провести, только вы лично это можете сделать, но тем не менее, моя вот эта вот жуткая мошенническая ситуация закроется только 29-го, чего, сегодня какой месяц, октябрь, 29-го октября, только тогда сработает мой, мое заявление об отказе от кредитования, вот так, да, поэтому я говорю, то, что я испытала за два дня, наверное, никому не пожелаешь, поэтому, друзья, будьте внимательны, если вот кто-то еще начинает только связываться с авито, у меня достаточно большой опыт, я так думала, ну, вот видите, теперь и на такие вещи надо реагировать, как бы вам не была приятна сделка, которую вам предлагают, но если в этой сделке есть хоть малейшее сомнение, да, вот теперь у меня будет сомнение по каждой сделке, хотя до этого все было очень гладко, у меня очень хорошие отзывы на странице, что я очень порядочный продавец, и я так и думала, что какой я продавец, таки у меня и покупатель, но вот видите, с чем я столкнулась, поэтому, если вы хотите заводить страницу, вы там размещаете свои товары, если хоть малейшее, вот у вас попросили номер карты, все сразу, как бы вам не хотелось продать, предлагайте через Авито, там есть любой формы доставки, вы даже можете на себя взять оплату доставки, лишь бы, ну, продать этот товар, но не соглашайтесь ни на какие разглашения ваших личных данных, потому что, вот видите, во что я вляпалась, почему моя розочка синего цвета, не знаю, она фиолетовая, у меня платье такое серо-фиолетовое и роза-фиолетовая, вот, ну, кажется, я рассказала доступно, и, друзья, вот я вам говорю, как бы не хотелось продать ваш товар, мне очень хотелось, потому что платье висит, шикарное платье, но вечернее платье всегда очень трудно продать, вот, как бы не хотелось его продать, думаете головой, что, наверное, что-то в этом есть опасно, и как мне в банке сказали, что мошенники сейчас обнаглели и стали намного хитрее, чем были еще год-два-три назад, что сейчас используют такие методы и такие технологические, технические айтишные примочки, что с одной цифры там вашего реального телефона вас могут распаковать и навесить на вас жутчайшие долги и так далее, и так далее. Вот, если бы не моя служба банка, я бы сейчас сидела, ну да, наличку они бы не получили, там мой паспорт нужен, собственно говоря, но вот этот вот безналичный, он же почему-то вышел в банк, и мой банк заинтересовался, а че это я вдруг, да, еще и там не пять тысяч рублей, а двести тысяч рублей беру, и тут же мне позвонил, а вдруг в другом банке как-то вот это вот, ну, скажут, ну, берет, и слава богу, да, поэтому будьте внимательны. Все, друзья, спасибо, спасибо, пока, пока, если есть вопросы, задавайте в комментариях, потому, что, у меня это пока наболевший вот такой момент, я пока вся в шоке, я пока вся в стрессах, у меня до сих пор, вот я вам рассказывала, у меня влажные руки, поэтому, что я недорассказала, задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием отвечу именно этот, это видео, да, я все видео отслеживаю по комментариям, вот, именно это видео я все равно буду более так тщательно отслеживать, ну, потому, что это реально, это совет, будьте внимательны, будьте внимательны, просто это не колбаса, это деньги и это жизнь, ну, фух, все, пока-пока, пока,